Ребята, здорова-здорова, меня зовут Евгений, вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга. Каждый месяц мы приходим с вами в один и тот же магазин, это гипермаркет Окея на Ладожской, и проверяем, как меняются цены на ходовые продукты. Что я имею в виду? То, что мы с вами едим вот каждый день. Мясо вкусненькое, молочко, сметанка, крупы. Ну что у нас на дворе? Июнь 2024 года. Заходим в магазин и проверяем, ой, что стало с ценами. Чуть-чуть не забыл, у нас же с вами прежде, чем зайти в магазин, новая традиция, проверяем, как изменился курс доллара за месяц, да? Подходим к обменнику, смотрим, что там. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вай-вай-вай. Ребята, было 94,3 доллара, а сейчас, смотрите, ровно 100. И евро вырос, было 102,3, а сейчас 107. Но доллар вообще вырос, ребята, вай-вай-вай, что ж робится, а? Что-то я прям как-то не ожидал, надо такие цифры увидеть, честно вам скажу. Вот слушайте, вот кто слушает Коршуна, кто покупает валюту с каждого прихода денег, тот стал богаче, я тоже, я тоже, если что, да? А кто не слушает, ну, поздравляю. Ладно, заходим в магазин. Надеюсь, что цены от доллара отвязаны, и такого ужаса мы с вами не увидим, хорошо? Прямо на входе такая красота, такая красота, а цены, мама, за кусок травы 800 рублей. Пихта вот такую я посадил рядом со своим подъездом, с удовольствием, красиво, расслабо, да? Ва-а-а, 2 500. У меня марки с Ирисом постоянно ломают мою драцену, да? Я ее в банку ставлю, потом людям раздаю. Смотрите, 1100 рублей Коршун отдает своим друзьям. О, господи, ребят, неужели, не знаю, там, кусок мяса произвести дешевле в разы 3, чем вырасти драцену? Ну, неужели? Ну, ребят, что за это, что за дираловка такая, да? Мне тут, ребята, на пляже сказали, что вот эти гипердешевые футболки белые, ребята. Но она, в принципе, достаточно плотная. Видите, она вот как это, я не люблю такое. Цена, 950 рублей. Сейчас еще палатку посмотрим, начнем разбор, хорошо? Третий раз подхожу к этой палатке и вижу одну ту же цену, 4 600. Она мне не нравится, ребят, нет. Надо дождаться конца сезона и что-то взять по акции, да, будет нам с вами. Вот такие пироги, ребята. Дорого? Конечно, все дорого. Хочется и одеваться как-то, ну, не заношен в шмотках, а эти, я уже до дыр заношиваю, да? Хочется и новую палатку, хочется и вкусно кушать, и хочется, хочется, хочется. Но все упирается, естественно, в деньги, да. И не только у меня, я знаю, что все мы так живем, ребята, нормально. Ой, что сделаешь? Так, ладно. Начинаем наш разбор. Мы в отделе с личной гигиеной. Поехали. Вот это да. Они стоили 399 рублей. 330 рублей. Цена упала, ребят. Посмотрите, на 70 рублей. Олл спайсы подешевели. Ребята раскупили мою пасту. Ни ценника нет, ни упаковки, поэтому... Ой, 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 слепая курица, ребята. Нашел, нашел, нашел. Стоило 159 рублей месяц назад, а сейчас 189. Богатые коршуны. Ну, на то и богатые, чтобы платили много хорошей. Паста стоила 640 рублей. 939. Плюс 30%. Жизнь. Посмотрите прошлый выпуск, реально. Вот так выросла цена. Так, мыло дегтярное еще у нас с вами в разборе. Мыло подешевело. Стоило 59 рублей. Сейчас 57,49. Крем. Крем, крем. Да, цена не изменилась. 435 рублей. Гарнир с алоэ. Сейчас, причем, солнечный в Питере, ребята. С алоэ прям само то. Ну, с гигиеной, ладно, ребята. Даже если что-то подорожало, мы переживем. Не так много мы на нее денег тратим. Что не скажешь про продукты ежедневного спроса. Итак, заходим. Масло подсолнечное. Слобода. 1 литр. Цена снизилась на 20 рублей. Стоила 129. Сейчас 109. Мука предпортовая. 2 килограмма. Производство Санкт-Петербург. Цена увеличилась на 10 рублей. Стоила 119. Сейчас 129. 99. Сахар. 1 килограмм. Смотрите, чтобы именно килограмм был. Потому что химичат. Сейчас много упаковок по 900 грамм. Цена увеличилась на 1 рубль. Стоила 68.99. Сейчас 70. Да? А я раньше такую кашу не видел, ребята. Геркулес варить 30 минут. Ничего себе. Это настолько крупный помол. Цена 92.99. Хорошо мы запомнили. Которая поменьше. Я всегда был 20-минутную брал. Вот эту вот кашу. Значит, цена... О, стоила 82. Без акции сейчас 80. Ниже стала цена, да? А плюс акции, ребята. Чуть дешевле стало. Макароны подешевели. Стоили 109 рублей. Сейчас 102. 49. Вот эти багио. На самые дешевые макароны цена не изменилась. 21.99. И смотрите, народ активно их берет. Там полупустая полка. О, ничего себе. Я сначала подумал, что я... Что я... А я реально ошибся. Подождите. Я думал, это гречка. Это перловка 30 рублей. А где гречка наша? А гречка подорожала? Ребят, эта упаковка месяц назад стоила 39.99. Троечку поменяю на четверочку. Рис океевский. 900 грамм. Ну, уже несколько месяцев цена стабильная. 99.99. Ой, ребята. Постоянно что-то... Оно, знаете, не то, что мгновенно все дорожает. А по позициям. Но если что, то цена резко прям. Вау. Нутелла появилась. А сколько месяцев мы ее не видели. Боже, боже. Ребята, она стоила 360 рублей. Смотрите, сейчас почти 500. Ну, 480 рублей банка. Может быть, состав изменился. И у нас уже... Да нет, ребята. Первое слово сахар. Второе слово масло растительное. Шоколадки Риттер Спорт цена тоже изменилась. Они стоили 175. Сейчас, смотрите, 156-157. Нас, производители, все пугают, что скоро вот-вот и кофе исчезнет с полок. Потому что, ребята, глобальное потепление, катаклизмы. В общем, это все сказывается не лучшим образом на урожай. Но пока я не вижу какого-то дефицита. И смотрите, тут производителей штук 20. Я даже из-за количества не могу найти свой голд. Однако, что замечаю, что цены растут. Цены растут. Вот так. Так, голда я не вижу. Давайте крем-арома. Цена 2600 за килограмм. Чай черный классический. Без химозы, без каких-либо пакетиков. Вот именно берите, рассыпной чай. Он самый полезный, самый натуральный. И не самый дешевый, заметьте. За 100 грамм 165 рублей. Цена не изменилась. Стоил так же месяц назад. Ой. Сейчас мой любимый отдел. Овощи, фрукты. Мне сахар нельзя. Сладости я прохожу мимо. Однако, ну, хочется. Хочется вот этой фруктозы. Поэтому я смело покупаю. Вот, допустим, бананчики. Смотрим цену. Ну, это невкусно, сорт бананов, ребят. Это какие-то кормовые. Я уже, знаете, я уже в этом плане человек с опытом. Ладно, цена. 109,99 не изменилась. Так же стоила месяц назад. 230 рублей. Подорожали авокадо вот эти, да. Они очень вкусные, мягкие. Я их я могу без салата. Ну, голенью есть, да, не в салате. На арбузы цена не поменялась. Ну, я считаю, рановато еще их покупать. 99 рублей. Самые дешевые огурцы. Цена изменилась. Стала дешевле. В прошлом месяце стоила 99. Сейчас 70 рублей. Причем огурцы, смотрите, хорошие. Ой, прям тут можно выбрать. Помидоры, несмотря на то, что сейчас лето, подорожали. Месяц назад стоили 165 рублей. Сейчас 180. Вот эти красненькие. Кабыч, кабыч, кабыч. Она же капуста, да. Ну, это, видимо, остатки прошлого урожая. Цена 35 рублей. Изменилась. Стоила месяц назад 39. Лук очень сильно подорожал. Стоил 35 рублей. Сейчас 45. Ну, и лук такой. Надо копаться и выбирать. В прошлом выпуске картошка была по 19 рублей. Я вообще таких цен не вижу. Вот самая дешевая, ребят, смотрите, 80 рублей за килограмм. Ну, она нормальная, да. Самые дешевые яблоки 99 рублей. Это орехи. Ой, это наши российские, ребят. Ну, все выше-выше. Стоили 89, кстати, месяц назад. Ну, опять же, ребят, вы внимательно коршуны заметили, что что-то подорожало. Допустим, картошка. Раз в пять так цена выросла. Может, не завезли дешевую? Я не знаю, что причина. Ну, вот так-так. Ладно, цены на молочные продукты. Домик в деревне. Ребят, нет цены. Ну, забыли, видимо, поставить, ребят. Ну, ладно. Простоквашина, отборная. Цена не изменилась. То есть 82,99. Моя любимая сметанка. 30-ти процентная. Президент. Цена не поменялась. 180 рублей. А на домик в деревне акция. Акция. И от 99 стоила 119. Вкуснотеево творог. Он в прошлом месяце был по акции. По-моему, по 270. А сейчас мой акт закончился. 350 рублей. Президент. 169 рублей. 162. Хороший творог. Я его обожаю. Еще покупал, ребят, вот этот. Домик в деревне. Он сейчас по акции. 80 рублей. Вообще отлично. Вот берите, попробуйте. Хороший творог. Ой. Отходим к полке с гущенкой. Да. Но мы только посмотрим, ребят. Покупать не будем. Не то, что нет денег, ребят. Здоровье дороже. Зубы сыпятся. Кости отваливаются. Короче, все. Ваш корж, он не сдает позиции. Нет. Я просто следит за здоровьем. Окей? Так, ладно. Цены показываю. Моя рыбка красивая. О! Ты подешевела. Акцию включили, да? Да. 250 рублей стоило на месяц назад. Сейчас 200, 200, 200. Моя коробка стоит вкусная. Ладно, пошел я. Это что новенькое? Я такое не видел. Так. 170 грамм. 190 рублей. Сгущенка кокосовая с какао. А ну-ка глянем в состав. Да, ребята, я в шоке. Напиток кокосовый. Кокосовый порошок. Вода питьевая, да? То есть тут кокос рядом лежал. Дальше сахар. Патока крахмальная. Это удешевитель, да? Ешьте сами. Ужас. Неужели не сделать нормальный продукт? Нормальный, качественный, натуральный, да? Ой. Вот это желание заработать. То есть некоторые личности, я имею в виду не только производителей продуктов, я имею в виду и блогеров, и коррупционеров, все вот, знаете, они немножко как бы теряют связь с реальностью. У них отключается какой-то здравый смысл. Хороший, хороший, деньги, деньги. О последствиях не думают. К сожалению. Ладно, едем дальше. Масло Президент. Ребята, это дорого. В народном. В ленте эконом по 199. Здесь 280 рублей. Пальчика. Цена изменилась, потому что в прошлом месяце была акция 225. Сейчас видим цену, да? Хорошие масла, но здесь я его не покупаю, потому что дорого. Самые дешевые яйца стоили месяц назад 89. Сейчас 99. Давайте глянем. На размер. О-о-о-о! О-о-о! Ребята, вы посмотрите. Это, конечно, да. Это достойно, достойно. Брать можно. Яйца для богатых коршунов тоже подешевели. Два месяца назад стоили 139. Месяц назад стоили 133. А сейчас 129 рублей. Ребята, это очень хорошие яйца. Естественно, я когда делал торт птичье молоко, там нужно прям не экономить в этом плане. Брал их торт у меня хорошо получился. И птичье молоко было вкусненькое. Ну что ж, натура наша, да, сыр. Я его сейчас активно покупаю. 300 грамм 424 рубля. Цена не изменилась. Лапландия. Раньше он назывался Альтермания. За 450 грамм 449 рублей. Эта акция уже, по-моему, год стоит. И, да, в общем, в прошлом месяце цена такая же была. Резидент, укусники, наш сыр. О, акция, акция, ребята. Он стоил 350 рублей, да, месяц назад. А сейчас 230. Филе петелинки, мое любимое, мое любимое. Так, цена. Ребята, подождите. Филе петелинки 524 рубля. Оно месяц назад стоило 509. Еще подорожало, еще подорожало. Что-то цены на курицу, прямо они меня пугают. Цены на свинину. Подорожал карбонар, ребята. Смотрите, стоило 350 рублей, а сейчас 479. Ползет мясо вверх. Я просто вот пробегаюсь глазками. Ребят, индейка 570 рублей. Она стоила 420. Лето красное в Петербург пришло. Откуда вы думаете, ваш кот, что такое загорелый, да? Ребят, не с юго. В Питере прямо шара стоит уже целый месяц. Это говорит о том, что мы активно покупаем воду. Смотрим цены. Самая дешевая бутылка воды 0,5 океевская без газа 19,99. Цена не изменилась. У нас, по-моему, бензин скоро будет дешевле, чем вода. 5 литров воды, ребята, 150 рублей. Это водопроводная очищенная. Это вам не из каких-то скважин и родников добывают. Вообще долбанулись. Это чисто воды маркетинг. Вот у меня такое предчувствие, ребят. Боржоми, литр 25, 180 рублей. Национальная валюта России, водка 0,5, цена не меняется уже как полгода, 284. Это самый дешевый вариант, который я нашел на полках в данном магазине. Друзья, я очень надеюсь, что вы покупаете воду за 19 рублей, да? И утоляете ей жажду, чем вот этим. Без комментариев. Я не о переплате сейчас. Я о самом ценном активе каждого. Каждого, кто меня сейчас смотрит. Ваше здоровье. Берегите его. Вообще, даже на какие-то минусы малейшие. Какие-то, ой, сейчас поем. Нет, не разменивайтесь. Мое здоровье, это самое-самое важное, что у меня есть. И я точно не собираюсь... Как-то им необдуманно рисковать. Ребят, можно с вами проконсультироваться по одному вопросу? А в чем отличие вот этого масла от того, которое мы видели с вами в начале ролика? Ну, то, что здесь 2 литра, окей. Цена 270 рублей. Нет. Я просто впервые вижу такие бутылки. Как-то они так стоят в стороне. Хочется, ребят, сладкого, поэтому я активно покупаю замороженные ягоды. И они меня неплохо выручают. Где наша малина, которая сильно подорожала? Ребят, по-моему, ее сняли. Сняли вообще, чтобы тут коршун не шарахался ваш, да? Нашел малину. Это называется акция. 350 рублей за 300 грамм. Вот за эту упаковку, да? Это дорого. Это реально дорого. В ленте по 180 классная малина. Я когда снимал вам цены на ягоды, там стояла женщина. Я думал, она сейчас подойдет и мне в глаз даст. Подорожала икра, ребят. Я просто вот с первого взгляда понимаю. Она стоила 600 рублей, 800 рублей за баночку. Не было таких цен. 860 рублей за баночку. Ага, полторы тысячи. Подорожала, подорожала где-то на процентах 15. Работаешь, 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 работаешь. День и ночь. И не можешь себе просто свободно пойти купить баночку икры. Либо малинки укусника. Хотя это полезно, ребята. Еще раз сейчас покажу вам кое-что. Рыба красная. Полезный продукт, полезный, да? Но особо по деньгам недоступный. В ленте брал по акции по 499. Здесь 580 рублей. Цена не изменилась. Это 300 грамм за кусок. Это было 200, 200, ребята. А здесь 300, да? Тоже цена не изменилась. 1099. 9, я не, 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 это дорого. Мы в отделе с бытовой химией. Сейчас будем смотреть на цены. Санакс. Цена не изменилась. 97,99. До места. Тоже цена не изменилась. Здесь полтора литра. Ох, тяжелая бутылка. 350 рублей. Вопрос. Вы покупали вот эти вот шпунтики, да? Ну, для унитаза. Я когда жил в коммуналке, мечтал об этом. Вот я свою квартиру буду покупать для себя, любимого, да? Слушайте, 400 рублей, и оно вымывается у меня просто за сутки. Поэтому я перестал брать. О, на мой порошок акцию вырубили. 109 рублей. Он так месяц назад и стоил. Сейчас 95. На мой еще изменилась цена. Во-первых, стоила 142. А сейчас, смотрите, 150 уже банка стоит, да? Перевалила. Но сейчас акция 130. Короче, берите пока дешево. На таблетки вот эти, которые я ни разу жизни не покупал. Мне просто цена нравится. В общем, не изменился ценник. 4,300, 140 штук так же они и стоили месяц назад. Бумага туалетная подорожала, стоила 59. Сейчас 79, плюс 20 рублей. Самая дешевая, цена не изменилась, 769. Мама дорогая, даже 20 ценников. Да, слушайте, я вот эти полотенца покупал по 120 рублей. Видите, даже ценник оставили месяц назад. А сейчас, смотрите, 152 рубля рулон бумаги. Ну, какой вывод, ребят? Растут цены, дорожает все. И мы вот в каждую категорию, куда ни ткнули, мы увидели, что цена выросла на что-то. Ой, ладно, что с робишкой говорится, да? Для чего мы работаем с вами? Вообще для чего? Для чего? Для того, чтобы иметь возможность жить хорошо. Пока такая возможность есть. Фу-фу, слава богу. Так, сегодня я вечером уезжаю в поход на Ладожское озеро, да? И нам нужно с вами закупиться сейчас, купить овощи-фрукты, помыть их дома, чтобы потом уже в озере это все не окунать, да? Ребята, я только что встретил зрителя. Вопрос, вопрос в студию. Таня, ты посмотрела мои видео и переехала в Питер, правильно? Да. Год назад. Год назад, почти, почти. Пожалуйста. Жалеешь, не жалеешь? Нет, вообще ни капельки, ни капельки, я довольна. Все получилось тебе? Все получилось, да, все получилось, ну там в некоторых моментах. Самое сложное что было при переезде? Самое сложное. Работа, жилье, адаптация? Нет, вообще ничего. Работы достаточно, жилья хватает. Долго работу искала? Нет. Нет? Нет. Много вообще предложений было? Много. Много, да? Много, сейчас много, там, рассматриваю, там, уже улучшить свои... Ясно. В общем, рекомендуешь переезжать, да? Конечно, да. И климат, климат здесь, во, я дышу полной грудью, у нас в Приморье другой климат, совсем. Ясно, ладно, спасибо, спасибо. Так, ребят, смотрите, для похода набрал помидоры, перец, огурчики, сейчас посмотрим, сколько это все добро выйдет. Так, по деньгам 767 рублей вышло. Ой, коршуны мои, как я люблю с вами встречаться. Протаратурили сейчас, наверное, минут 10. Так, ладно, я домой, мыть овощи, фрукты, и сегодня выезжаю в поход на Ладожское озеро. Вам, естественно, буду снимать видео, ролик, да, все расскажу, покажу. Так что, давайте, через пару дней жду у тебя на канале. Пока-пока, пока, лето, лето в Питере, лето, любимое. Все, пока-пока, пока.